Дороги есть, а ездить невозможно. Летом традиционно начинается дорожный ремонт. В этом году в планах дорожников реконструкция трассы на аэропорт, поселку Искатели и ямочный ремонт городских сетей. Всю работу планируется закончить к началу зимы. О качестве, количестве и сроках реконструкции проезжей части Наринмара в нашем сюжете. Рассказывать жителям города о состоянии Наринмарских дорог не приходится. После схода снега ездить по ним, мягко говоря, неприятно. Выбоины, ямы, колеи и шаткие тротуары. В этом году ремонтом дорог занимаются два предприятия. Доримстрой отвечает за областные и федеральные дороги. Это 4 километра полотна от моста Качгартинской курии до аэропорта и еще столько же от рыбокомбината до факела. Комбинат бытового обслуживания отвечает за городские сети. Доримстрой уже несколько лет латает дороги аспальтом собственного производства. То ли технология укладки, то ли качество материала разрушают мечты автомобилистов о приятных поездках по улицам города. Буквально через пару месяцев на месте заплатки снова зияет дыра. Сразу же возникает вопрос, может ли заказчик ремонта управления ЖКХ города следить за качеством работ. Мы в плане можем рекомендовать, заставить, заставить в плане уведомления написать, предписание там и вот только так. Просто сейчас в этом муниципальном контроле ситуация так сложилась, что люди тоже бывают ходят в отпуск, болеют и так далее. Там сейчас один человек работает и проблема только с этим связана. Комбинат по благоустройству, в отличие от Архангельского Доримстроя, немного обнадежил автовладельцев. Они заказали асфальт для холодной укладки. Его используют при ремонте взлетно-посадочных полос. Однако даже супер-асфальт не сможет повысить качество дорожной сети, если она сильно перегружена. Пропускная способность рассчитана на 8 тысяч автомобилей в сутки. Но фактически эта цифра почти вдвое больше – 14 тысяч. Такая нагрузка на дороги требует улучшенного покрытия и соответствующей ширины проезжей части. Во-первых, необходимо будет то покрытие, которое рассчитано, его надо будет толщину пересчитывать. Но это все проектные организации делают. И расширять, естественно, дороги, насколько это возможно в наших условиях. Потому что дома у нас очень близко подходят к дорогам. И вот эти так называемые красные линии, они у нас достаточно узкие, не позволяют расширять все дорожное полотно. Широкие проспекты ждать раньше 2016 года не стоит. Реконструкция и расширение дорожной сети пока в перспективе. Одна только разработка ПСД займет минимум 8 месяцев. Так что сейчас вся надежда на пресловутый ямочный ремонт.